Здарова соколики, на связи Жирный. Сегодня будет видос, который однозначно попадет в плейлист под названием Ненависть. Мои постоянные зрители знают, что ролики в этом плейлисте появляются не часто, но сегодняшний ролик, так как он будет про ТикТок, однозначно туда попадет. Всякий раз, когда я делаю видео на эту тему, я пытаюсь максимально лайтово преподнести материал, но у меня это, как известно, нихрена не получается и начинает дико гореть пердак. И сегодняшнее видео, скорее всего, будет не исключение. Поэтому заварьте чаек, усаживайтесь поудобнее и время немного побомбить. КОНЕЦ В графе за выполнение одного задания вам платят до 3000 рублей, а также сервис предлагает множество приятных бонусов и самое главное, что все это честно и легально. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и начинайте зарабатывать вместе с Cash4App. Ни для кого не секрет, что тиктокеры это особый вид дегенератов, которые благодаря бессмысленному кривлянию под музыку отлично упрощают жизнь докторам в установке диагноза. Но в тиктоке же есть и нормальный контент. Да, конечно, безусловно. Он там присутствует и ты его там обязательно найдешь, если твое развитие остановилось лет так в 5-6. О том, что из себя представляет тикток и похожие на него приложения и почему я так резко негативно к нему отношусь, я подробно рассказывал в одном из видео. Вот здесь вот появится, скорее всего, на него ссылочка. Перейдите и посмотрите, если у вас вдруг у кого-то возникают вопросы и недопонимания. Остальные же постоянные зрители моего канала наверняка это видео уже видели и прекрасно знают, почему у меня такое резко, опять-таки, негативное отношение к тиктоку и всем похожим на него приложениям. Несмотря на то, что тикток стал мега популярным и блогеры стали активно в нем создавать каналы, дабы повысить свою медийность, мне неоднократно предлагали за деньги создать канал в тиктоке ради какой-то рекламной кампании и сами представители тикток предлагали за энную сумму создать канал в тиктоке, я не знаю, может не канал, как это правильно называется, аккаунт, короче, но я этого так и не сделал, по той причине, что считаю это ниже своего достоинства. Как я говорил неоднократно, модным всегда становится что-то, что не требует никакого умственного вмешательства. Именно поэтому в трендах всегда будет говно, которое можно сделать на коленке и никогда вы не увидите среди модных тенденций какое-нибудь достижение в спорте или осваивание музыкальных инструментов, потому что это просто не всем под силу, там нужно блестнуть талантами, а это, как известно, не каждому дано. Зато подбросить бутылку или повертеть в руках подшипник или намазать какого-нибудь говна себе на лицо, это всегда пожалуйста, по той простой причине, что сделать это может как школьник, так и взрослый человек, вообще кто угодно, не обладая каким-либо талантом. И армия дегенератов во все времена следовала дурным тенденциям в попытке стать замеченным такими же дегенератами. Этим легко объясняется, почему такие приложения, как ТикТок, становятся резко мега популярными, но этим же и объясняется, почему в скором времени вся эта хрень канет в лету и перестанет быть модной, потому что мода просто пройдет. В отличие от того же Ютуба, ТикТок не несет никакой, абсолютно никакой смысловой пользы, ни с точки зрения контента, ни с точки зрения вообще чего-либо. Это просто кривляние на камеру под музыку, я вообще не совсем понимаю. Нахрена мне смотреть, как кто-то открывает рот под какой-нибудь юмористический ролик, когда я могу просто посмотреть этот юмористический ролик? Как показал опыт, основной костяк аудитории и производителей контента ТикТок, это либо малолетки, которым, как известно, можно навязать все, что угодно, и они будут слепо действовать, вообще следовать любым трендам, либо взрослые люди, как правило, это люди из одноклассников, которые выглядят еще более жалко в попытке показать, что они тоже типа в молодежной, как сказать, теме. Собственно, печальное зрелище. За редким исключением вы увидите нормальных людей в ТикТоке, либо успешных людей, потому что 10 из 10 случаев это будет либо человек, который зарабатывает деньги на дебилах, либо это создано в качестве какого-то пиар-хода и попытки как-то себя популяризировать. Как это, например, было с ТикТоком Кличко. Но так или иначе, на сегодняшний день ТикТок это превосходная лакмусовая бумажка, с помощью которой можно легко отсеять дегенерата. И чем, собственно, мы с вами сегодня и займемся. Ну а на твою долю, дорогой зритель, выпала участь посмотреть сегодняшнюю подборку пациентов, и поэтому не скупись на комментарии, я по-прежнему их все читаю. И, конечно же, досмотри этот ролик до конца, раз уж вообще открыл его. В общем, давайте начнем. Ребенок-ТикТокер, горе в семье. Простая нуда, более правдивая поговорка, которая как никогда актуальна в нашем современном мире. Баб, тут такой транс ТикТокер, никто не может засунуть яйцо в рот. Давай. Вон, ты даешь. Я не знаю, что в этой жизни плохого ему сделала его родная бабушка, но втащить ей в челюсть в тот момент, когда у нее во рту сырое яйцо, как по мне, это вообще высшая степень унижения. Жду не дождусь, когда появится новый челлендж отрубания пальцев. Вот тогда бабушке точно не сдобровать. Вот ты даешь. Но хуже, как я уже говорил, могут быть только танцы, упоротые и беспощадные. Я вообще до сих пор не понимаю, в чем может быть вообще какой-то смысловой профит в нелепых и неуклюжих танцах. Одно дело, когда профессиональный танцор показывает красивый танец. С точки зрения искусства это может быть интересным. Но когда просто кто-то у себя в квартире нелепо танцует, как бухгалтерша на корпоративе, я не понимаю, зачем это нужно и кто вообще это может находить интересным, и уж тем более смешным или забавным. Выйди, блять, из подъезда, дай алкашу 10 рублей, и он для тебя станцует не хуже, чем все те, кто танцует в ТикТоке. Но очевидно, в какой-то момент человечество решило, что неуклюжее виляние жопой это интересно. И кто-то это должен оценить. На этот трек прилетели авторские права, поэтому вы его не услышите. Там какая-то песня была типа какой ты хайпажор, какой ты классный и все дела, тыры-пыры, короче, что-то в этом духе вы, к сожалению, ее не услышите. А может быть даже и к счастью. Твое лицо, когда ты хайпажор. На лице мужика легко читается сначала недоумение, потом глубокий анализ, непосредственное участие в танце и, очевидно, депрессия. Но самый пиздец это, конечно же, ТикТок ауешников. Эти ребята рвут тренды. На музыку прилетели авторские, там была какая-то зэчная песня, типа не суди меня, народ, не судите меня строго, зэка я из тюрьмы вот жду, потому что он хороший, что-то в этом роде. Ну, короче, из-за авторских, к сожалению, вы ее не услышите. Не ругайте вы меня, не судите слишком строго, пожалей меня, родня, подожди еще немного. Да чего же душевно? Вот это я понимаю контент. В одноклассниках точно бы заценили. По-настоящему за нацию становится страшно, когда за чье начинает снимать ТикТок со своими женщинами. Если это, конечно, существо можно назвать женщиной. Братка только с лагеря, короче, люблю и уважаю, ценю. От души душевно. Всем братве, всем привет, короче, уважуха, положуха, дай бог всего сладкого. Эй, нет, в твоем случае сладкого лучше больше не хавать. Тебе и так зубов ни хера не осталось. Короче, уважуха, положуха, дай бог всего сладкого и теплого от души. Как добиться любви и уважения близких? Быть хорошим человеком. Быть может, получить какой-то статус в обществе. Быть защитой и опорой для всей семьи. Кормить, содержать и защищать свою семью. Может быть, вообще, честь страны на Олимпиаде защитить? Не-не-не-не-не, надо просто с лагеря откинуться. Уважуха, положуха. Вот это я понимаю, настоящая любовь и уважение. Как говорится, фартук в масле Оливье. Смерть ворам, жизнь мусорам. С другой стороны, чего вы хотели, когда сами блюстители порядка недалеко ушли в интеллектуальном развитии от зэков-тиктокеров? Ну, с таким прокурором теперь-то Московская область с точно под надежной защитой. Вообще все похуй. И мне вообще похуй. Вообще похуй. Я даже дверь, блядь, не закрываю. Мне вообще похуй. Даже дверь открыта. Мне вообще все похуй, блядь. Вообще похуй. Кстати, видео оказалось фейком. Это типа, как вроде не прокурор Московской области. Сначала сказали, что это прокурор города Люберцы. Потом выяснилось, что это... Ну, он тоже не имеет отношения к этому ролику. В конце вообще оказалось, что это вообще человек, который вообще никакого отношения к прокуратуре не имеет. И вообще непонятно, зачем он сделал этот ролик. В общем, съехали заебись. Ну и на закуску тикток прямиком из лагеря. От ровных воров без некого количества зубов. Вот это я понимаю пацаны в тренде. Судя по обстановке, сидят они как раз таки в камере. Ну, по крайней мере, с таким ебальником им там самое место. И пока один стелет под биток, второй, очевидно, говорит по телефону. И я даже догадываюсь, как там разговор у них выглядит. Алло, я из службы безопасности банка. С вашей карты поступил подозрительный перевод. Назовите четыре цифры из смс. Вообще, тикток, да и другие социальные сети, как по мне, это отличный вариант отслеживать дебилов, которые нарушают закон. Если раньше нужно было заводить дела, вести расследование, то сейчас всего этого не нужно. Достаточно просто сесть в интернет, открывать страницы и смотреть на этих долбоебов. Они сами себя рано или поздно выдадут. Ну, а всем тем, кто все еще ютится на маленьком островке здравомыслия и кто все еще не скачал этот кусок говна себе на смартфон, я желаю терпения и, как говорится, крепкого дальнейшего развития. Ну, а вы же не скупитесь на комментарии, напишите все, что вы думаете по этому поводу. Мне будет приятно почитать ваше мнение и, что самое главное, интересно. И, конечно же, не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте, на мой инстаграм, на мой второй канал Fat Production и нам все-все-все, что только есть в описании. Я буду вам за это очень благодарен. Тыкай вот сюда, чтобы подписаться на мой канал, вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. И, короче, на этом у меня все. Спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме в выходные. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok